Всем привет. С вами канал Биография Знаменитости. Перед началом просмотра поставь лайк и подпишись на наш канал. Приятного просмотра. Созыва. Обладательница премии «Золотой орел» за роль графини Натальи Татищевой в драме «Баталену». Ведет светский образ жизни, снимается в кино, воспитывает с мужем троих сыновей. Когда осенью 1984 года в семье москвичей Александра и Маргариты Кожовниковых родилась девочка, ее назвали Марией. У прославленного хоккеиста, двукратного чемпиона Олимпийских игр и преподавателя английского языка уже подрастал сын Андрей. Брат актриса старше ее на 4 года. Сейчас у них прекрасные отношения, а вот в детстве не были конкурентами во всем, от родительского внимания до контроля над пультом телевизора. А так как Андрей был старше и сильнее девочки, ей пришлось развивать смекалку и умение адаптироваться к внешним обстоятельствам. Возможно, Мария шутит, когда говорит, что без соперничества с братом взрослая жизнь была бы тяжелее, но в каждой шутке есть лишь доля шутки. Александр Кожевников окончил спортивную карьеру, когда Маше исполнилось 6. До тех пор девочка тосковала по папе, ведь большую часть времени он проводил на сборах и тренировках. Вспоминая тот период, будучи известной актрисой, Кожевникова скажет, что воспринимала отца как Деда Мороза, который приходил, играл с ними маленькими, баловал подарками, а затем снова уходил. Но даже тогда она понимала, что ее папа – великий спортсмен и гордость страны. С раннего детства маленькая Машенька стала проявлять свой упрямый своенравный характер. Папа – главный ориентир ее спортивных достижений, предложил отдать девочку на фигурное катание, но мама настояла на секции художественной гимнастики, где упорство дочки нашло свое применение. Помимо тренировок и соревнований, девочка увлеклась чтением стихов, а в школьные годы записалась в танцевальный кружок. К учебе Кожевникова, как и ко всему остальному, относилась ответственно и никогда не расстраивала родителей поведением или плохими отметками и всегда была первой помощницей по хозяйству. Когда девочке исполнилось 12, отец ушел из семьи к другой женщине, от которой родилась еще одна Кожевникова – Катя. От растерянности и переживаний Маша попала в больницу на нервной почве, а потом еще 8 лет не общались с папой. Но в одном из интервью призналась, что, повзрослев, смогла принять расставание родителей, а за время разлуки с папой поняла, что людей, которые подарили тебе жизнь, надо принимать такими, какие они есть. И любить их всеми силами, обращая внимание только на плюсы и не замечая минусов. Со временем Маша доказала, что она достойная дочь своего отца, став мастером спорта. Но спортивная карьера на этом для нее закончилась. К 16 годам выяснилось, что у Кожевниковой крепкое, не слишком гибкое телосложение, несколько превышающее стандарты художественной гимнастики и олимпийских высот ей не достичь. Девушка принесла удостоверение мастера спорта маме, положила его на стол и заявила, что осуществила ее родительскую мечту, а теперь начнет делать то, что хочет. И первым делом покрасила свои русы от природы волосы, став блондинкой. Первую фотосессию Маша организовала для себя сама, еще в школе. Одним из снимков того периода, яркая блондинка в красном платье на красном фоне, она потом поделится со своей миллионной армией подписчиков в Инстаграм. Первой ее актерской работой стало участие в клипе на песню «Ты станешь взрослой» популярной в те годы группы лицей. Маша также пробовала свои силы как исполнительница в музыкальном коллективе «Любовные истории» в проекте продюсера Валерия Белоцерковского. Но затем Кожевникова успешно сдала экзамены и стала студенткой Российской академии театрального искусства при ГИТИСе. Одновременно бывала на кастингах в надежде получить интересную роль в кино. Первое время Марии давали эпизодические роли в сериалах. Так, в «Адвокате», где главного героя играл Андрей Соколов, она появляется как секретарша офиса. В «Волчице» с Марией Казначеевой в главной роли Кожевникова сыграла Олесю, а в «Слуге Государевым» с Александром Бухаровым – придворную Фрейлину. Лишь в 2008 году, когда стартовал молодежный сериал «Универ», Кожевникова, обойдя сотни претенденток, получила роль Аллы Гришко – жадной, глуповатой, но добродушной блондинки, больше всего мечтающей подцепить богатого московского жениха. Съемки, по словам актрисы, были непростыми и изматывающими. Несмотря на то, что Мария стала необычайно популярной, играя Аллочку, и даже попала на страницы Playboy, однажды она поняла, что ее силы на исходе. По словам Кожевникова, и снимаясь по 12 часов в сутки 6 дней в неделю, она перестала спать, перестала смеяться и жить. В одном из интервью артистка сообщила, что съемки «Универа» дорого обходились актерам, которых порою возила скорая прямо со съемочной площадки. Создатели свыклись с текучкой кадров, так что когда Мария объявила, что оставляет ситком, продюсеры не стали ее уговаривать. Тем более, что неуживчивый характер девушки многим не нравился. С коллегами Валентиной Рубцовой и Араратом Кищеном и вовсе возникали ссоры и разногласия. А в кадре Арарату и Марии приходилось играть влюбленных. Конфликты доходили до того, что актеры чуть не подрались. Кожевникова не сожалела о своем уходе, а ссора приписывала накопившейся усталости. Тем не менее, с Виталием Гагунским, который сыграл главного героя сериала «Кузю», они записали песню «Кто, если не мы» ставшую популярной не только в сети. Мария и Виталий не раз исполняли композицию на разных мероприятиях. Во время работы над универом Кожевникова почти не снималась в других проектах, попросту не было времени. Но исключения все же были. Она снялась в индийском мелодраматичном боевике «В поисках правды», сыграла Настю в сериале «Подарок судьбы», затем перевоплотилась в стервозную девчонку Эльвиру в «Дукслес» и в медсестру Аню в Склифосовском. Главную роль – Василису Кремневу, Марии блестяще воплотила в детективном сериале «Верю-не верю», где ее партнершей по площадке стала Юлия Аук. Тандем бывшего подполковника Следственного комитета, ставший частным сыщиком, и ее подруги, увлекающейся астрологией, хорошо запомнился любителям детективного жанра. Серьезная и мощная роль рядовой Татищевой досталась актрисе в военной драме Дмитрия Месхиева-Батален. Для полного вхождения в образ Марии, как и некоторым другим артисткам, побрили голову на лысо. Эпизод снимали без ухищрений гримеров, поэтому нужно было сделать это с первой попытки. Позже Кожевникова призналась, что для нее этот момент был волнительным, но это меньшее, что она могла сделать ради фильма и памяти о женщинах, которые сражались в Первую мировую войну. Ее роль была отмечена кинопремией «Золотой орел». Следом актриса сыграла талантливую, но несправедливо отстраненную от соревнований спортсменку Надежду Смирнову в картине «Спорт без границ». В фильм также пригласили звезду мирового кинематографа Жерара Депортье, воплотившего персонаж тренера Горнолыжников. В образ бывшей военной разведчицы Нины Колосовой Мария перевоплотилась в драме Кима Дружинина «Казнить нельзя помиловать». Девушка хладнокровно мстит за смерть любимого мужа, которого убили бандиты, наводя ужас на жителей послевоенного Ленинграда. На момент съемок актриса была беременной, но очень хотела сыграть эту роль и посвятить ее своему дедушке. Генерал-майору Валентину Трофимову ушел из жизни в 2013 году, в годы войны командовавшему разведратой полка. Еще одной серьезной работой Кожевниковой стала роль Сильмы Вайнберг, заключенной концлагеря «Собибор». Одноименная военная драма Константина Хабенского, в которой он выступил не только актером, но и с режиссером, повествовала о фашистском концлагере в Польше, из которого во время Второй мировой войны был совершен единственный успешный массовый побег заключенных. В их числе была Асельма с мужем Хаймом Энгелом. Реальным прототипом героев картины удалось спрятаться в польской семье, а затем переехать в Израиль, следом в США, вместе они прожили более 60 лет, дождавшись рождения внуков и правнуков. Еще одной ролью, но уже комедийной, Кожевникова отметила 2018 год. Она сыграла молодую писательницу, рядом с которой поселился симпатичный, но шумный сосед в исполнении Константина Крюкова, в картине Дина Штурмановой «Как достать соседа». Незаметно для себя писательница влюбляется в улыбчивого главного героя. 2019 год принес актрисе участие в дебютном нуар сериале Динара Гарипова «Горе от ума на современный лад». Ее Софья Фамусова, наследница отцовской империи, отца играл Игорь Угольников и занимается благотворительностью в вымышленном городе Готум. В 2011 год Мария попыталась сделать карьеру в политике и общественной деятельности. Сначала стала членом молодой гвардии, затем выступала как доверенное лицо Общероссийского народного фронта и попечителя одного из московских детских домов. В конце года Кожевникова стала депутатом Государственной думы шестого созыва от единороссов. Актриса объясняла свою позицию обостренным чувством справедливости, желанием сделать что-то полезное для своих избирателей. И хотя в следующем, седьмом думском составе, Кожевникова уже не было, предыдущие четыре года Мария честно отрабатывала свой депутатский мандат. Была признана одной из сотни самых влиятельных женщин России 2014 года. Съемки в универе принесли Марии не только популярность, но и знакомство в 2008 году с президентом компании Мирель Ильёй Метельманом. Познакомились они на одном из мероприятий, посвященных сериалу, в Челябинске. Страстный роман едва не привел Марию к официальному браку, но практически на пороге ЗАГСа она опомнилась, пометуя, какие сцены ревности закатывал ей жених. Кожевникова не стала рисковать и решила поставить в этих отношениях точку. Приписывали Марии роман с руководителем выставочного комплекса «Манеж в Москве». Но в одном из интервью актриса опровергла эти слухи, заявив, что у журналистов просто мания выдать ее замуж. Кстати, об отношениях с Метельманом актриса также вскользь обмолвилась, что все это домыслы и замуж она не собиралась. Кожевникова рассекретила свою личную жизнь лишь в 2013 году после венчания в Ницце с бизнесменом Евгением Васильевым, с которым встречалась на протяжении двух лет и от которого была беременна на момент свадьбы во Франции. Кстати говоря, пара до сих пор не оформила официально свои отношения, откладывая свадьбу в России. Сначала появилась информация, что Мария и Евгений поженятся в начале 2019 года, но вместо этого супруги уехали отдыхать. Кожевникова считает, что провести время с семьей на отдыхе гораздо важнее, чем поспешная регистрация в ЗАГСе. По ее словам, свадебная церемония не должна ни в чем уступать процессу венчания, который торжественно проходил при Свято-Николаевском соборе в Ницце. По некоторым данным, Евгений окончил отделение Мехмата МГУ и имеет диплом по специальности и технологии. Как говорит Мария, ее муж занимается бизнесом в сфере недвижимости. По другим данным, Васильев работает в строительном сегменте, а некоторые журналисты называют его обычным компьютерщиком, приехавшим в Москву на заработки и бросившего ради актрисы жену и детей в Твери. Несмотря на троих детей, Кожевникова успевала не только сниматься в кино, но и участвовать в различных телешоу. Так, в 2016 году она продемонстрировала великолепную спортивную форму, бесстрашно выполняя акробатические трюки в цирковом проекте без страховки. Как говорила сама актриса, она решила проверить саму себя и собственное тело. А поклонники осыпали ее комплиментами и ставили в пример всем молодым мамам, забывающих о себе в период декретного отпуска. Но были и негативные отклики о том, что Кожевникова мало уделяет времени детям. На что Мария резко отреагировала на своей странице в Инстаграм, опубликовав пост о том, что если мать троих детей может обеспечить хороший присмотр за ними, то имеет полное право и на танцы, и на светскую жизнь, чтобы ощущать себя счастливой женщиной, а не наседкой. А расставания с сыновьями помогают ей хранить эмоциональную связь с ними и радость от встречи. Вместе с Ваней и Максимом Мария подготовила сюрприз для своего отца, когда в хоккейном клубе «Спартак» отмечали 60-летний юбилей прославленного спортсмена Александра Кожевникова. Проникновенная песня Олега Газманова «Лед и пламя» зазвучала в их исполнении на ледовом поле и тронула всех присутствующих. Интернет-сообщество также оценило композицию, предлагая Маше создать клип на нее, на что Маша ответила, что вполне возможно и займется созданием ролика чуть позже.